и всех снова приветствую с вами я алексей вы смотрите youtube канал парадигм и мы продолжаем играть в эту самую игру follow 2 точнее так давайте же вниз спустимся нам говорили там но мы будем по очереди спускаться на каждый этаж тут то есть несколько этажей стопа это первый этаж а тут нету типа стокового места волтек прикольно ну в общем то тут и лучше нам полазить может что-то интересное найдется дверь заперта дверь заперта это хорошо это надо сохраниться значит раз и два ну тогда у меня есть вариант получше вот так вот смысл это электронные двери я так понял да блин нужна электронная отмычка срочно короче выходим отсюда нафиг печально конечно но что поделаешь нужно значит пройти пройти назад знал бы ну по моему вообще они не были так заперты раньше также нужно выгрузить часть лута потому что у меня слишком много лута по моему а сейчас уже ночь нифига себе кстати я узнал что в принципе вот этот пропуск я не помню если пошантажировать я шантажировал этого чувака который мне типа фальшивый паспорт давал то есть его по идее нужно было шантажировать чтобы 300 баксов дополнительных получить а насчет того чтобы сдать его типа я не помню дается нам дневной пропуск или не дается и вообще он как бы нам не нужен у нас и так два но было бы три в принципе так что в остальном у меня идеальное прохождение ну здесь конечно да то есть пропуск не является ценностью опыта тоже я не помню дали бы нам опыта или не дали бы так или нет сужать этот тогда паспорт нужно положить нафиг он нам нужен так и также нам нужно вот это вот отмычка да и пожалуй вот эту штуку возьмем мало ли что еще понадобится потому что я уже даже не знаю что мне делать что мне говорить и так далее так вот это тоже нам сто процентов не понадобится остальное на продажу пусть будет так побежали значит как хорошо иметь машину все-таки в нее так удобно залазить то есть такой вот передвижной контейнер блин мне что-то в майнкрафт захотелось поиграть потому что есть какие-то штуки которые также в майнкрафте потом добавлены были и в этой игре то есть например контейнеры но правда майнкрафте они не передвижные но там можно типа эндер сундук поставить и типа с киркой бегать силк тачевой чтобы не говорили майнкрафт тоже крутая игра и типа те чуваки которые она неинтересна они на самом-то деле такое же быдло как и те школьники которые становятся квадратноголовыми из-за майнкрафта в общем-то фанатеют от стива от драконов от еще чего-то там в этом гриферят и еще что-то делают в общем майнкрафт это такая штука то есть почему его 50 миллионов человек купила или даже больше потому что там много интересных вещей которые часть из них интересны школьникам часть из них интересны взрослым людям и то есть получается что на самом-то деле те люди которые его хейтят они ошибаются и они быдло и те люди которые собственно фанатеют от него тоже быдло на самом-то деле что-то все посередине майнкрафте есть и такая вещь которая только школьников заинтересует и часть также из того что там есть она может заинтересовать и более продвинутых людей капец водяные чипы да помните в первом фоллауте ну один на память давайте возьмем но вообще они тут не нужны по сути то ой блин модуль голосового управления но я ведь уже один купил или мне нужно несколько было в общем не понятно зачем мне этот модуль тут я так понял одни чипы долбаные да одни долбаные чипы ну ладно теперь сюда сто процентов не откроется у я открыл ее вот это вот скорее всего то дверь раз она по скрипту открылась которая открывается только если у вас 8 силы есть то есть именно поэтому я раньше сюда не приходил до того как силовую броню получил потому что это есть тут двери у которых есть проверка навыка то есть проверка параметра хотя здесь нету того что я искал вроде бы не знаю могли бы здесь для разнообразия что то интересное положить а то одни чипы долбаные но и в общем то в чем прикол то есть они открываются эти двери только если у вас высокая сила но прикол заключается в том что то есть зачем нам приходить раньше потому что здесь особые вещи очень интересные находятся за этими дверями большая научная книга пригодится научные книги одни из самых ценных потому что навык науки везде используется и он нам будет нужен очень долго я бы сказал во спрятано смотрите кошачью лапку нашел это хорошо кошачья лапка нам пригодится только непонятно вообще этаж послевоенный журнал то есть кошачья лапка его по моему не юриена выпускают и в общем то прикол заключается в том что нафиг он нужен вообще-то ну то есть кто его сюда затащил какой-то дрочер порно журнал а кстати фильтр вытяжка снабжает обработанным чистым воздухом весь комплекс убежища вы слышите внутренние и тихое постукивание так может быть и ремонтом попробовать вы открываете вытяжку и ищите источник шума вы замечаете что внутри что-то застрял и вытаскиваете это наружу столб это получил о это 50 микрореакторов офигеть вот видите видите насколько проработана толпану вытяжку можно починить даже это же немыслимо такая проработанность мира она заслуживает уважения я всегда такое уважаю так во вскрыл замок все-таки электронная отмычка не только оказывается в пещере нужно просто я уже забыл многое ну простите меня пожалуйста старость не радость я несколько лет назад играл последний раз fallout это в те времена я сильно об этом не переживал обо всем что здесь сейчас происходит так эй кыш кыш выходи товарищ вроде здесь все проверили вот дверь заперта опять вскрыл видите если есть отмычки вообще взлом можно особо не качать взлом у довольно много всего рация вот я не понимаю зачем мне рация нужна в таких-то количество надо так сулик я конечно понимаю у тебя 51 броня весит до 50 единиц и плюс еще там супер кувалда довольно много не пусть весит но мне нужно что-то с тобой сделать анально покарать тебя сулик надо определенно надо порвать твою очко все теперь мы сможем здесь забрать до книжки в принципе нам пока что тоже пригодятся я наверное больше не буду покупать книжек каких там книжек мне больше не нужно в принципе наука а у меня шаткат до во время отката кстати лучше книжки хавать но правда до чтение книг занимает большое время поэтому нам придется очень много наркоты потратить чтобы вкачать себе какие-то параметры при помощи отката характеристик то есть ну вы понимаете типа такой чит есть ну не чита такая фича в игре что если мы короче нажрались наркоты нам повышаются характеристики то есть параметры наши спешил потом через время то есть начинается ломка и у нас в общем-то ну не ломка просто наоборот понижаются очень сильно характеристики основные и вот эти вот параметры вот эти навыки они зависят собственно от этих характеристик и то есть если пока они понижены то есть например у нас 91 навыки которые повышаются собственными этими параметрами не параметрами а книжками у нас те навыки которые повышаются книжками по 91 то есть новые книжки нам не дают никаких этих очков навыка и вдруг мы решаем короче это нажираемся наркоты потом откат наступает и у нас они понизились до 80 81 и это позволяет нам скушать книжку и повысить еще навык но после того как откат пройдет навык становится больше 91 таким образом можно до 121 некоторые навыки повысить то есть как вы понимаете для довольно таки много вот вот используя группу физическую силу вы открываете дверь вот здесь вот как раз требуется 8 силы и смотрите сколько здесь всего патроны разные полезные в общем именно в эту дверь нам и надо было идти в общем все чипы я отсюда выносить не буду я так понял это сделано специально для мачкина то есть я помню я в третьем фаллауте фаллауте нью-вегасе пытался вынести абсолютно все смотрите красный модуль памяти это модуль повышающей силы то есть мы сможем повысить свою силу до 9 теперь значит надо вот это у веревка наш тяжелая зараза ножики которые бесполезны и вот это все это нужно скинуть ракеты которые тоже тяжелые довольно таки гранаты блина гранаты то сулик может начать метать вот это не очень хорошо на самом то деле еще 40 веса ему скинули бедный сулик хотя я тоже бедный на самом то деле ну тут железная броня которую лучше наверное продать она против лазера очень плохо работает давайте проверим плохо она работает против лазера так нет 75 смотрите четко лазеру везде устойчивость большая видите лазер 90 процентов я не знаю как там не вегасе лазер более сбалансированный здесь же лазер абсолютно бесполезная штука то есть худшие из оружия из типов энергетического оружия но если подумать оно так и есть особенно если маломощный лазер то есть это всего лишь прожигание идет от прожигания много способов защититься хотя по идее вот металлом от прожигания уж точно не защитишься ой смотрите чё я нашел а мог бы и не найти вот еще один шприц шприцы нам нужны шприцы это очень ценная штука мы же настоящие наркоманы так и теперь на третий этаж хочу центральный компьютер пойти стойте ка да я похоже еще кое-что здесь забыл сделать именно так опять скрыл замок в общем я тут опыта кучу наберу вскрывая замки гекка я так понял тут нету но зато и взрывчатка взрывчатка это тоже неплохо счетчик гейгера тоже неплохо ооо книжка книжки это всегда хорошо ооо еще два шприца офигеть только я не понял что я не могу поднять сулик и чё тебе надо сулик я хочу тебе кое-что дать раз два я надеюсь ты бомбами кидаться не будешь сулик так капец сколько в него все вмещается и самое главное сколько здесь всего лежала это вообще конечно тема сразу три шприца здесь нашли вот здесь я смотрю какие-то наркоманы в этом убежище жили так веревка которая очень много весит но я все-таки возьму у нас же полное прохождение и вот секретный сундучок пустой секретный сундучок это забавно и второй секретный сундучок тоже пустой зачем делать секретные сундуки если они пустые вот чем вопрос давить так да здесь открыто что тут в компьютере нифига тут то есть компьютеры какие-то странные но это убежище довольно неплохое если вам приходилось видеть хотя бы один монитор считайте вы видели их все может науку надо типа применить наука нифига так а тут что то есть нет тут ничего нет образовательный терминал стойки образа нифига себе вы потратили вы немного покопались компьютере но чтобы выудить из него действительно полезную информацию нужны научные знания вы потратили некоторое время на изучение архивов компьютера вы приобрели 350 очков опыта прикиньте то есть вот просто вот просто куча компьютеров и как бы да но один из них дает опыт а другой не дает опыт и вот попробуй догадайся и было бы не полное прохождение если бы я не сделал того что я сделал так это терминал подсоединенный главному компьютеру дверь заперта лучше к сохранится вот так сделать так и тут должны быть большом количестве секретные сундуки ну в кавычках конечно секретные насколько тут что то вообще может быть секретным так ой топливо ненавижу топливо все я думаю сулику хватит теперь ты будешь носить носильщик наш так так и так все ужас какой это просто ужас сколько мы тут всего позабирали причем вещи довольно таки не ценные на данном этапе игры но тем не менее зато в это убежище нам не придется возвращаться возможно скорее всего придется мне нужно короче просчитать что то там еще что то что я ей эй там полегче вы чуть до смерти меня не напугали простите в мыслях не было вас пугать все в порядке просто люди редко заходят в убежище чем вы тут занимаетесь только следите за порядком на складе смотрите чтобы все двери были заперты они уже не заперты у вас есть ключ это не имеет значения все равно большую часть дверей заклинило что хранится там внизу запасные детали припасы и руда руда стопа руда я не видел руды руда руда из рейдинга но ее уже мало уже мало почему не знаю макклюра это очень тревожит можете сказать где находится центральный компьютер это там говорящий компьютер чем вы тут занимаетесь так у вас есть ключ это неважно так в общем то все уровни энергии находятся в пределах рекомендованных что то там говорящий компьютер действительно говорящий смотрите какой дофига говорящий вы вошли в центральный компьютер города убежище интерфейс относительно простой вот похоже что вся информация разбита на несколько архивов произвести поиск по архивам чтобы узнать местонахождение убежища 13 в архивах упоминается только два убежища 8 это убежище и 15 которое находится далеко на юге как ни странно нет никаких упоминаний об убежище 13 вы заносите данные о местонахождении убежища 15 ваш пип бой блин наконец то мы нашли где короче позиция убежища 15 находится кстати позицию морепозы базы вот этой вот военной можно было скорее всего в анклаве узнать вот тот вот чувак нам сказал типа что к югу от сан-франциско там есть типа какая-то база это и есть навара и то есть он бы мог нас туда присылать а оттуда мы по идее могли бы узнать где находится собственно сам сан-франциско ну если бы случайно навара пришли наверное ну в общем как то так получается что но мы типа использовали отказались от этого знания чтобы правильно оптимально так скажем пройти базу анклава так продолжить поиск информации в архивах когда вы уже собирались вернуться обратно в список архива вы замечаете скрытую запись через несколько минут манипуляции вы получаете доступ к закрытому архиву в нем только один файл и он на заклавлен засекречено похоже что ваши научные навыки начинают приносить плоды нифига сия я такого никогда не видел по моему прочитать запись читая файл вы понимаете что единственным предназначением убежища 8 было функционирование как как контрольное убежище в серии в серии убежищ созданных корпорацией волтек цель создания убежища 8 состояла в том чтобы открыться и заново колонизировать поверхность через десять лет также оказалось что убежище 8 было не единственным убежищем с какой бы то спец задачей кроме защиты его жителей от великой войны возможно дополнительная информация находится где-то в другом месте а ну это мы знали в принципе ну да то есть это социальные эксперименты проводились в этих убежищах и так далее некоторые вообще не открывались у некоторых водные чипы ломались и так далее так найти отчеты по работе генератора города убежища судя по отчетам о выходе энергии похоже городом дом был гордон был прав генератор города убежища уже приближается к предельной мощности без нового источника энергии город убежища больше расширяться не сможет вот вот искать ссылки на генератор эденских куч компактный согласно данным архива в данный момент на складах службы обустройства города убежища гэка нет жители города убежища использовали тот единственный гэк который у них был для строительства города когда вышли на поверхность просмотреть оставшуюся информацию из того что вы обнаружили в архивах следует что два гэка входили в стандартный набор оборудования каждого убежища однако в убежище 8 был доставлен только один гэк перекрестные ссылки о поставках гэка похоже из-за ошибки службы снабжения убежище 8 получила целую коробку запасных водяных чипов предназначенных для другого убежища скорее всего она и получила второй гэк убежища 8 то есть наше 13 ну те кто первый fallout проходили те знают главное меню и отключить терминал в общем то да вы узнаете о настоящем вы получили 800 очков опыта вы узнаете о настоящем предназначении убежища 8 и что не все убежища построены для использования по прямому назначению прикольно нам и опыт как бы дают то есть и польза игровая есть и как бы нам раскрывают часть сюжета собственно часть скажем так он сеттинга игры то есть лора что ли если можно назвать это ну в общем истории игры истории этого мира это прикольно мне такое нравится гидравлический лист разработаны для обеспечения поддержки питания и линий коммуникации для платформы здесь вместо смотрителя здесь обычно сидит смотритель убежища в общем это убежище просто то есть нормально убежище вот такими вот и пил убежищами как восьмое должны были быть все убежища но на самом деле она оказалась единственным таким в принципе нормально в принципе если подумать то это логично то есть для заселения земли заново хватило бы в принципе и одного убежища то есть там достаточно людей в принципе а остальных можно типа над ними поэкспериментировать так сказать так они сделали кстати дверь я так понял не закрывается да видите терминал не работает и теперь нам нужно вернуться туда с диском по идее да вот такой вот я олик или додик или как их там еще называют нужно найти диск который нам дали в гека срочно потому что уже пора заканчивать серию да убежище восемь обожаю его но все таки убежище восемь противоречивый город с одной стороны здесь фашики живут с другой стороны они неисправить не неисправимые фашики то есть их можно наставить на путь истинный и в принципе ну скажем так они как как настоящие нацисты то есть умеют работать руками и у них есть полезные вещи в принципе в городе то есть все таки город неплох что бы о нем там не говорили так теперь ищем короче наш диск 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 хаблогов нет кошачья лапка кстати ее надо было сюда выложить давайте вот так вот сделаем вот эти патроны вообще бесполезные если честно о кошачья лапка алкоголь это дерьмо кстати это все дерьмо надо было бы продать стойте диск истории нкр а где другие диски или нам еще не дали нет это что то не так медицинский диск смысле медицинский диск список паролей нет видимо а мы что моему маклюру отдали да по моему маклюру эту фигню отдали диск бишопа ну да а да то есть это по моему в серии мы нашли эту штуку ну в общем то вот такие дела как говорится вот такие дела вот это значит сюда вот это сюда складываем так а вот сенсор движения ладно пожалуй на этом мы закончим серию всем спасибо за просмотр не забудьте поставить лайк всем пока пока